Всем привет на канале Олл Дачман. Сегодня мы с вами вот в такой непринужденной обстановке запишем видео и посмотрим это видео, послушаем о том, как молодые люди, часто сидящие на соц. Нигде не работающие зарабатывают сумасшедшие суммы денег, занимаясь интернет-мошенничеством. Я как-то давно уже затрагивал эту тему у себя на канале, но она прошла мимо пользователей, мимо зрителей и не заслужила должного внимания, которого я, скажем так, ожидал получить на тот момент. Но сейчас я вернулся опять к этой теме, потому что вот буквально по горячим следам. У меня работа такая, что я ежедневно встречаюсь с разными людьми. Это как в одной повести фантастической я прочитал интересные стихи. Три дня палач без отдыха, но что ни говори, работа ведь на отдыхе, а главное с людьми. Ну вот у меня примерно то же самое. У меня работа с людьми и, можно сказать, на воздухе. Так вот, один молодой узбек, работающий на латвийскую перегонную контору на фуре дальнобойщиком по Европе, показал мне буквально на днях у себя в телефоне на WhatsApp сообщение одного, не помню, то ли Спиридонов, то ли Куприянов. Молодой человек, который помогает якобы устроиться официально на различные работы здесь в Германии. Этого парня, который вот показал мне сообщение, сразу возмутил, ввел в сомнение персонаж. Почему? Потому что, говорит, это же, говорит, 44, это, говорит, Англия, наверное, да? Он, слушай, я, честно говоря, не знаю. Но, говорю, тебя не наводит на мысль то, что парень сидит за столом абсолютно в белом костюме тройки. Скажи мне, где, на какой работе человек будет работать абсолютно в белом костюме, разве что только там у него на должности какого-то ангела. А все остальные люди в костюмах в белых на работу не приходят, разве что только миллиардеры, чтобы показать своим клиентам, какие они богатые. Так вот, он потом дал мне прослушать голосовое сообщение этого парня. Конечно, парень тараторит, как пулемет, но суть всех таких сообщений сводится к одному. Как можно быстрее выйти на ваш источник дохода и оформить этот источник дохода на себя. В чем суть темы? У этого узбека его друг ищет себе работу здесь в Германии. Он пока находится в Латвии, но ищет работу здесь по Германии. И вот они через интернет, через фейсбук вышли на вот такого представителя, скажем так, риелтовской конторы, которая занимается трудоустройством людей, иностранцев на территории Германии. И когда этот парень мне сказал, что вот этот вот представитель предлагает моему другу работу на заводе Мерседес, где зарплата от 5,5 до 7 тысяч евро в месяц, стартовая, я сразу сказал, говорю, брат, послушай, честное слово, это вранье полное. Это кидало еще тот, во-первых, если он не знает, я тебе говорю открыто, зарплата на заводе, вот у нас тут рядышком завод BMW, стартовая зарплата на заводе около 3 тысяч евро. 6-7 тысяч получает мастер, заместитель начальника цеха, простой рабочий получает около 5 тысяч, а чтобы вот этот вот человек с нуля начал получать с 5,5 или 7 тысяч евро, это уже полнейшее вранье. Тем более, что Volkswagen сокращает производство, уничтожает несколько тысяч должностей, Continental сокращает должности, Audi сокращает должности, Mercedes сокращает людей. Я говорю, кто вас туда возьмет, если вам, говорю, не жалко своих денег, тяжело заработанных, отдайте их вон бедным прохожим на улице. Они вам скажут слова благодарности, они вот этим вот, говорю, уродом, извините за выражение, которые пытаются попасть как-нибудь в ваш кошелек и вытащить как можно больше денег. Услуга вот этого вот парня, который предлагает устроить этих друзей на завод Mercedes, стоит 550 евро. Значит, теперь давайте немножечко, сейчас мы его оставим в сторонке, вернемся к нему попозже. Сейчас я расскажу вам, ну, кто в Германии знает, что такое Лайфирма, кто, ну, допустим, Белоруссия, Россия, Украина или Молдавия, что такое Лайфирма, они этого не знают. Я сейчас буквально на коротке вам это расскажу. Лайфирма это примерно то же самое, что биржа труда, рекрутинговая контора, которая занимается вашим трудоустройством на разных предприятиях. Почему? Потому что если вы сами не можете устроиться на какое-то предприятие, за вас должен быть кто-то гарантом, кто берет за вас ответственность, социальные страховки и так далее. Вот эти конторы занимаются вот этим вот делом. И если вы, к примеру, сами напрямую не можете устроиться на предприятие, то через эту, допустим, контору или биржу труда вас могут туда взять. Но это не значит, что вас туда возьмут на постоянно. Вас туда берут на определенный срок. Если и договора рабочие все еще есть, производство идет, вас оставляют дальше. Нет, вас в первую очередь, именно вас увольняют, потому что вы не привязаны к этой фирме никаким официальным трудовым соглашением. Есть-то это услуга от этих фирм бесплатная. Есть платная, то есть называется она Private Arbots Firmation. Вы устраиваетесь через вот эту вот контору, опять же, допустим, на тот же завод BMW или на тот же завод Audi. И с вашей первой зарплаты у вас высчитывают около 1000 евро. Вот в счет вот этой вот конторы, которая вам помогла устроиться на этот завод. Но гарантия вот этого второго варианта в том, что если эта фирма устраивает вас за такой, скажем так, кауцион на тот же самый завод или на фабрику, то завод обязуется по истечении испытательного срока взять вас на постоянную работу, если у вас нет никаких, скажем так, ошибок, если у вас нет никаких предупреждений и вы выполняете свою работу правильно. Но таких фирм очень мало, которые именно сейчас занимаются таким вот маклерским продвижением вас на рынке труда. В основном здесь есть вот эти вот лайфирмы. Что такое лайфирма? Фирма по одалживанию работы. То есть, когда вы устраиваетесь от этой фирмы на какой-то завод работать, вас называют, грубо говоря, в простом роде лайарбаттер, лайверкер, то есть одолженный рабочий. Так вот, таких фирм здесь очень много и через такие фирмы люди устраиваются на работу. Естественно, вот эти, теперь возвращаемся к нашему вот этому белому мальчику. Эти ребятки прекрасно знают вот эту вот всю фишку, которая вот так вот работает. Есть бесплатный, есть платный. И они вам рассказывают, я послушал его сообщение о том, что он гарантирует 100% устройство на работу и так далее. Ну, как вот эти вот фирмы, которые берут Кауцион за то, что вас взяли на работу. Но тут вопрос в следующем. Вы обязаны как предоплату передать ему 550 евро, перевести на его счет. Далее он собирает ваши документы, по его словам, отправляет их на завод. И тут уже, как он говорит, по воле судьбы повернется к вам удача лицом, значит вас возьмут туда на завод. Повернется к вам удача задом, ну значит тут уже вам не повезло. Вот так говорят эти парни. Но в любом случае люди, которые желают хоть каким-то образом зацепиться здесь, пускай даже в Германии, на работу, устроиться именно на работу, они готовы платить такие деньги. Я сразу этому парню сказал, я забыл спросить, как его зовут. Я ему сказал, говорю, неужели у вас, говорю, ребята, действительно так много денег, чтобы платить таким вот идиотам, пускай раз в два, в три месяца сумасшедшие суммы денег. Он, говорю, ничем больше не занимается, чем, кроме того, как обманывать людей. Он просто интернет-мошенник. Он, говорю, у него подставной номер телефона, у него подставные счета, говорю, если ты хочешь с ним продолжать работу дальше или разговаривать дальше. Хорошо, можешь ему дать сообщение следующее. Назовите мне, пожалуйста, юридический адрес вашей фирмы, название фирмы и ID номер в налоговой инспекции, чтобы если в случае чего меня кинут, я мог обратиться в налоговую и попросить помощи в разбирательстве моего вопроса. Говорю, увидишь, после этих твоих слов, он тут же забудет о тебе и бросит тебя и даже заблокирует на своем телефоне. Говорю, уверен, вот увидишь, просто задай ему эти вопросы. Я несколько лет назад сам попался, слава богу, я не заплатил ни копейки, я несколько лет назад сам попался на таких вот ушлепков. На Фейсбуке было объявление, сейчас, тем более сегодня, их очень много этих объявлений, на Фейсбуке особенно. О том, что якобы Google вводит свою электронную валюту. Ну, думаю, посмотрю, что это за валюта. Оказывается, для того, чтобы посмотреть, нужно было просто дать свой номер телефона. Я отдал. И начался, скажем так, маленький кошмар. Мне начали сначала раз в неделю, потом два раза в неделю, потом ежедневно, а потом уже каждый день по пять, по десять, по двадцать раз названивать вот такие вот молодые люди и тараторить, как из пулемета, что они могут помочь мне улучшить мою финансовую ситуацию, что если я заинтересовался, значит, у меня есть виды на повышение моего финансового положения. Я просто устал с ними отгавкиваться. В конечном итоге, через полгода, я в один день случилось так, что один из этих дружочков, они даже, они сидят, звонят вам через вот эти вот IP-телефонивы, есть такое понятие, не с обычного телефона, а именно через компьютер. Когда компьютер генерирует на один определенный номер телефона какие-то другие дополнительные номера, он может в течение суток звонить вам, допустим, с двух, с трех тысяч разных номеров телефонов. Вы будете их блокировать, но будут звонить по новой. Поэтому у меня в один день, когда я просто-напросто уже был весь на нервах от этих звонков, сумасшедших звонков, они мне звонили буквально через каждые две-три минуты, чтобы достать меня. И я просто-напросто позвонил свою телефонную компанию и сказал, что мне нужен новый номер телефона, потому что интернет-мошенники меня уже достали. Мой номер телефона тут же был отключен. В течение получаса мне, мне назвали новый номер телефона, который у меня будет. В течение получаса этот новый номер телефона я получил официально подтверждением через сообщение от телефонной компании. и через 4 часа этот телефон был активирован. С тех пор эти мошенники меня не беспокоят, только потому, что я нигде больше в интернете не оставляю свой номер телефона. Поэтому, когда вы, допустим, видите в интернете какое-то объявление, сейчас особенно именно для тех, кто я знаю, украинские беженцы тоже смотрят, живущие здесь в Германии тоже смотрят этот видеоканал, кто-то ругается, кто-то делает свои выводы, кто-то, как говорится, мотает на ус. Так вот, когда вы видите в первую очередь на Фейсбуке, сейчас буквально через каждый пост идет какое-то объявление, работа IT-персоналом, работа где-то инженером, работа архитектором и еще кем-то, только вы обязаны перейти по ссылке, заполнить формуляр, соответственно, после формуляра вы оставляете все свои данные, вы обязаны заплатить деньги, вас кидают на деньги. Имейте в виду, просто, когда видите все эти объявления на Фейсбуке, вы их блокируете, вы их уничтожаете, эту рекламу, потому что если вы хотите действительно устроиться на работу, в случае украинских беженцев вы идете в Джоб-центр, в случае других, кто более-менее нормально уже знает немецкий язык, берете газету, тот же самый, Руншау, или Воханшау, или Абаншау, в любом городе есть такая газета, или Воханблад, допустим, как вот у нас здесь в регионе, открываете объявление по работе, читаете, звоните, вы попадаете прямо в ту фирму, которая действительно хочет взять себе рабочих в свой состав, в свой коллектив. Но ни в коем случае не звоните ни по телефону, через интернет или еще что-то. Вас достанут так, что вы просто не будете знать, куда деться. Или попытаются с вас вытащить деньги. Вытащить деньги из вашего кошелка, это у них первая задача, это основная цель их проекта, якобы заполнение формуляра, обещание золотых гор, сумасшедших зарплат. Но проблема в том, что вот эти вот ребятки, которые якобы живут в Англии, знаем мы таких, живут они в Англии. Они не имеют никакого понятия о размерах той зарплаты, которую предоставляет тот же самый завод Mercedes. Спросите, у кого есть знакомые на заводе Mercedes, кто работает простым рабочим, простым рабочим, кого только взяли, допустим, пару лет назад, сколько у него было стартовой зарплаты. И он вам скажет, что 6,5 тысяч вряд ли вам будут платить со старта, да и даже через несколько лет. Таких сумм не бывает. Так и вот мне этот узбек тогда сказал, что же сделать моему другу? Я говорю, ну ты работаешь водителем на фуре, так? У него, говорю, права такие есть, он нет у него таких прав. Я говорю, хорошо. И вот тебе, пожалуйста, еще одна, говорю, отрасль промышленности, логистика, она сейчас, именно сейчас она переживает свой второй взрыв. В логистику сейчас берут людей, многих берут людей, несмотря на национальность, несмотря на перфектные знания немецкого языка, или незнание. В логистике во многих складах на огромных предприятиях, говорю, вот платят, стартовую, две с половиной тысячи. И заметь, говорю, с тебя никто не возьмет деньги за то, что тебя туда берут. То есть, говорю, он, говорю, подает заявление, пишет свое резюме, отправляет, получает ответ, приходит на собеседование. Если он проходит собеседование, его приглашают, и он начинает работать. Все, говорю, простым складским, то есть комиссионерам. Где-то паковать какие-то агрегаты, какие-то коробки, какие-то железяки, какие-то пластмасски. Все зависит от должности. Поэтому, если вдруг вы увидите какое-то объявление или сталкиваетесь с каким-то объявлением и думаете, что вот это действительно как раз по мне, потому что вот, например, вот отрасль информационных технологий, нужно только заполнить формуляр, и мне обещают зарплату 3,5 тысячи. Ребята, вы вообще знаете, сколько получают люди, занимающиеся информационными технологиями? 3,5 тысячи у них получает уборщица. Сколько они получают, я не буду говорить, потому что вот эти вот, я уверен, что вот эти вот мошенники, типа вот эти мальчики в белых или в голубых костюмах, они тоже смотрят это видео, записывают себе эту информацию, делают выводы, и потом пытаются со своей стороны продвинуть вот это вот дело. Кстати, у меня сейчас вот за моей спиной компьютер закрылся экран. Как вы заметили, на экране у меня все время не было никаких ни документов, ни вставок, ничего. Это делается для того, чтобы люди, желающие стать мошенниками, или вернее обмануть вас, будут сейчас говорить от моего имени, что вот у меня на экране написан какой-то документ, при помощи этого документа мы можем оформить вам визу, мы можем вам оформить лицензию, мы можем вам оформить все, что угодно. Главное, чтобы вы только согласились заплатить им как минимум 550, а то и 700 евро за их услуги. Они потом вам и скажут, но ведь вы же заплатили за услуги, вы ведь хотели, чтобы мы для вас работали, а наша работа стоит денег. А я вам говорю, это бесплатно. Поэтому еще раз обратите внимание, экран у меня на заднем фоне маячок. Пусто, никаких ни бумаг, ни документов. Поэтому имейте ввиду и будьте насторожен. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свои адекватные комментарии, поделиться опытом. Может быть, кто тоже попал на таких вот, разводил, кидал в интернете, а может быть, сумел их как-то от себя отшить. Будет интересно послушать и почитать ваши комментарии. Ну, всем удачи, не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok